сегодня 18 июля сорт проданс участок где на самом деле участок был очень сильно заросший я особо здесь себя комфортно чувствовал ассот в ранний период и пришлось здесь работать дополнительно базаграном то есть схема здесь какая была гамбит два с половиной литра базагран плюс harmony фазу где-то может быть один настоящий лист сои тройчатый и пришлось из-за того что соя долго сидела было прохладно ассот естественно не ждал начал развиваться пришлось еще дополнительно здесь базаграном отработать я думал что эффект будет временный то есть его прижгет свое поднимется и начнет развиваться сейчас я даже не вижу этого 100 потому что он я так понял хорошо хорошо был прижжен базаграном потому что погода складывалась то есть вот в итоге я раскрываю участки то есть это было конечно же работа над ошибками и эта работа над ошибками она могла не принести успеха но попробовали и ассот остался в нижнем ярусе местами конечно он есть но и есть участки где он просто высох вот он он высох потому что не смог конкурировать свой и все все уже завязала в нижнем и среднем ярусе бобики вверх до цветает густоты густоты но здесь хватает густоты здесь поле конечно в тот момент когда я снимал здесь первый раз видео обозначая работу базаграна густоты казалось бы не хватает ну на тот момент мне тоже достаточно было густоты на самом деле и сейчас су и все закрыла то есть рослое то есть вот опять же вот он ассот есть конечно ассот уже молодой в нижнем ярусе но он особо он в тени ему не хватает света я думаю всего остального хватает но он особо не может конкурировать сейчас сои потому что и все закрыла поэтому вот такой вот эффект есть я вот хотел убедиться насколько сейчас ассот крутой просто-напросто насколько он взял вверх то есть свое вот так вот на данный момент выглядит есть местами мало чай лозный но с эти с этой проблемы не так легко справиться сой все так еще ассот просто один ассота здесь действительно было очень много сейчас как-то все даже даже странно ничего нет может быть нет вот все эти участки ассот высох на корню базагран то есть сложились условия для базаграна то есть потому что базагран если если погода достаточно прохладная менее чем там 15 градусов естественно плохо работает на горохе мне не очень нравится как он работает но тоже все равно сдерживает вот на сои вот в эту обработку и вообще просто классно нет я на самом деле сейчас сюда пришел приехал и думал что увижу отошедший ассот нет ассот не отошел ассот досох высох полностью вот я ищу эти стебли отошедшие их нет до развивается следующий ассот начинает развиваться сюжет и многолетний многолетник но нижнем ярусе закрыт в тени такая вот такой вот опыт так что можно можно и так отработать вроде бы получилось все это поле было ну страшно и прежде чем заезжать иногда есть мысль а стоит ли получится ли ну вроде бы получилось поэтому вот так мы венок пострадал ну вот и ассот то есть вот такая вот корневая система она выгорела плюс потому что не знаю базагран неплохо с работу почему так получилось и сейчас сам таком потому что была погода благоприятная для работы базагран то есть была температура выше 30 градусов где-то 35 36 днем ну и ночью в пределах на 20 24 25 и базагран таких условиях работает просто отлично соя развивается прошли дождики клубеньковые бактерии на корнях присутствует корешочки пошли то есть дождь прошел где-то дня три-четыре назад и соя вот так вот отреагировала в основании ну во всяком случае стебля ближе к поверхности почвы пустил вот такие вот корешочки потому что влага очень близко влаги достаточно и можно пользоваться чтобы развивать вегетативную развивать вегетативные органы генеративные цвести то на как раз начало цвести опять и уже начинать формировать бобики то есть вот такой вот момент интересный